Дмитрий Павленко 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 то чего не хватает какие-то предприятия надо подстраховать по загрузке да потому что нужны на предприятиях не хватает квалифицированных кадров то есть здесь очень много внимания уделили да там посмотреть в том числе и когда у нас получают ребята там высшее образование даст среднее специальное образование нужно нам сделать рычаги механизмы чтобы молодежь оставалась прозвучала чтобы сделать альтернативную службу на предприятие если более 50 процентов госзаказ предприятие исполняет то молодые люди могут отучившись вот и устроившись туда вот на этот контракт проработать да там три года там четыре года это идет за счет может пойти за счет армии это все проекты я просто еще раз хочу сакцентировать на этом да потому что у нас сейчас про дома отсрочки освобождение и так далее говорят там в сфере айси и прочее а вот эта мысль о том что если молодой человек пришел на какое-то предприятие у пк и отработал там тем самым это тоже зачитывается звучит очень логично как идея на принято и она в проработке да потом опять у нас очень много учится людей ну которые на дневном да то есть вот и дать возможность работа трудоустраиваться на работу после дневного отделения высших чем на заведений там с гарантией там отработать там 35 лет на предприятие да то есть целевые наборы вот их проработать одну спектр очень широкий был где-то по вместе с наполнением заказов до прозвучали идеи о том что дополнительную продукцию там может быть не всегда военную но по возможности если параллельно можно выпускать это тоже воспринялось плюс к этому мы должны понимать у нас часть предприятия тот же комсомольск на амуле да там есть северные льготы и на впк этот вопрос остро стоит нам необходимо сегодня мы об этом говорим об этом говорит и губернатор нам необходимо все-таки наладить вот по ним взаимопонимание да я боюсь использовать слово компенсировать потому что но как бы это финансы сложно да но мы движемся в этом направлении уже активностями минными шагами то есть навести порядок с северными преференциями потому что их переложили на плечи работодателя от этого работодатели как бы несут дополнительную нагрузку теряет конкретно способность поэтому здесь вот как раз основная идея была именно наполнить мы но мотивировать коллег который с комитета по обороне чтобы они могли более аргументированно то есть показать что у нас есть эти предприятия что у нас не просто там сидит не знаю там два человека на коленке что-то там собирают там из бисера вышивая да что это громадный потенциал что это потенциал и промышленный и интеллектуальный потенциал до что есть пути развития и что эти предприятия правда на здесь находятся и они необходимы здесь они должны дальше развиваться что это но один из одна из точек притяжения почему развития дальнего востока в целом поэтому вот это основной красной линии и проходила по всем встречам по всем заводам что мы проехались да ну у коллег очень эмоции положительные остались я вот их провожал сегодня они сегодня улетели в столицу ну как бы в свои регионы я остался у нас региональная неделя следующая я остался естественно здесь на месте да буду работать следующую неделю но эффект я думаю у нас однозначно будет вот без эффекта мы не обойдемся это точно у меня два два вопроса возникло вы сакцентировали несколько раз что это не просто рабочая поездка выездной комитет вот статус именно выездного комитета что это означает это к чему-то больше мы обязаны какие-то документы это значит будет окончательный протокол который будет доведен до председателя государственной думы который уйдет в работу и как над этим такой с этим документом будет потом работать в качестве законодательства еще раз оговорю но скажу что планировать как выездной комитет но связи с тем что что провести комитет нужно чтобы больше половины членов комитета присутствовали на этом поэтому мы формат немножко пересмотрели формат круглого стола но от этого менее результативность да она как бы сам стоит активность до сопоставимой от этого менее ну меньшего эффекта от этого небо и юридически это юридически заражают итоговый документ который пойдет дальше в работу дальше в работу так мне про скажу вот такая важная деталь и нехватка кадров вы отметили действительно острая проблема в частности в хабаровске зао дв регион ремонт техническое обслуживание военного автотранспорта военной техники да собственно в 2012 если не ошибаюсь в 2016 году было 500 человек сейчас 115 идет сокращение чем-то обусловлено с руководством разговаривали про сокращение про такие как бы не было речи но я думаю что здесь наверное не только сокращение оптимизация но сегодня у них есть заказы сегодня наполняемость и есть потому что ремонтный ремонт это такая вещь которая навыка услуга нужно всегда мы больше сегодня смотрели все таки по дополнительным заказом это мансего строительный завод да комсомольский и муске судостроительные завод комсомольски на море да там авиастроительного предприятия то есть те предприятия которые чтобы жить им нужны заказа конфетика то есть новостроек Сегодня это есть, к счастью, и Хабаровский судостроительный завод наполняется, есть проекты, про которые рассказали, планируется в июне заключение такого контракта, ну, не все можно озвучивать, потому что в августе такого контракта, в декабре вот такого контракта. Они активно сейчас работают с гражданкой, то есть Кораболовы делают, да, там один уже стоит на воде, спустили, второй будет спускать чуть позже, поэтому вот здесь, вот в этом направлении, да, там у нас Амурский судостроительный завод делал паромы, которые сегодня стоят на достроенной площадке во Владивостоке, да, там они на стенке стоят, у одного 98% готовности, он уже прям выкрашенный, второго там в районе 80%. То есть их сейчас доделывают, передадут, наверное, будет, вот о чем мы говорили, в частности, вот с директором судостроительного завода, да, когда на заводе были, паром первый шел очень сложно, он шел очень сложно, потому что, ну, проект, такого не было, это новый проект, и он, когда из бумаги ложится в железо, есть там тонкости, есть штрихи, которые надо поправлять, плюс нужно там сделать макеты, плюс нужно сделать шаблоны, там, и так далее, и так далее. Второй чуть проще, вот сегодня, если еще удастся там загрузить еще там парочкой паромов, да, в общем, на поток поставили, да, они уже пойдут совсем по-другому, да, то есть, поэтому это было озвучено, и это Андрей Валерьевич услышал, и предложил там свои предложения, ну, встречные, да, я думаю, что мы с этим, с этим информацией поработаем. Вот, кстати, да, говорим мы про оборонку, но, там, например, тот же Комсомольский авиатор, но это же не только Сушки, да, это и Байкалы, и Суперджеты, говорили ли вы про гражданское, развитие гражданского авиастроения? Суперджет 100, да, не, куда не денется, будет импортозамещение, сегодня мы уже знаем, что у нас есть свои двигателя, на текущих Суперджетах стоят французы, будут свои двигателя, да, КП-8, они уже с 23-го года промышленную, будет в промышленном масштабах будут производить, и Суперджет 100 будет, Суперджет 100 Нью, это будет новая машина, которая на 99% будет российская, то есть, там не будет, там, может быть, какие-то нюансы останутся, да, но она на 99% будет российская, и под ню уже заложили на заводе уже корпуса, уже под эту новую, уже готовятся, да, потому что там немножко, так как двигатель другой, немножко там подвесные другие, да, там, в крыле какие-то изменения, но уже, уже не готовятся, уже делают, уже вот сам корпуснину, скажем так, этого нового, она уже изготавливается. Все, к моменту, когда появился двигатель, осталось только, собственно, его и вставить, да, и все, и все готово. Но вообще, вот, если, допустим, говорить про гражданское какое-то судостроение, вот Хабаровский завод, может быть, какие-то новости обсуждались, потому что, когда Юрий Петрович под последний визит в Хабаровск был, в том числе на Хабаровский судостроительный заезжал, и, как бы, так вскользь предложил, вот, ребят, нам, значит, на Курилы нужно судно, вот, как бы, посчитайте, может быть, что-то обсуждалось, потому что еще один проект. Ну, это вот как раз в рамках того, что нам необходимы заказы, и Хабаровский судостроительный завод, он такой, достаточно подвижный, и они, там руководитель молодой, очень активный человек, и Юрий Петрович, он такой, прям, заводной. Я думаю, что здесь получится, это один из контрактов, который сегодня рассматривается на заключение. Но, чтобы заключиться, нужно понимать, да, технологию стоит здесь, там же сроки, деньги, да, то есть, это все, поэтому это вот все в проработке, то есть, они будут продолжать и с гражданкой работать так же. Ну, то есть, пока это в стадии проработки, о конкретике рано вообще говорить. Это не так все быстро и просто, как это все-таки ВПК. Хотелось бы еще отметить, такой вопрос затрагивался, немаловажный, да, и для жителей и Комсомольска, и Хабаровска, да, что сегодня, вот, при содействии с ПСБ, банком, да, есть программа, которая может позволить по достаточно минимальным процентным ставкам ипотеки совместно с ВПК, да, с предприятиями ВПК начать строительство жилья. На территориях, да, где заинтересованность есть. Ну, вот в Комсомольске 100% есть в этом заинтересованность. Вот это тоже вопрос поднимался. Я думаю, что этот вопрос в проработке, надеюсь, что мы к концу этого года будем разговаривать уже о выделении стройплощадок. Потому что потребность для специалистов жилье нужна, в том числе для молодых, для тех, кто приходит, да, и вот такая программа позволит все-таки людям и улучшить свои условия, и остаться на заводе, и будет прогнозировано уменьшаться отток предприятий. Ну, это, получается, речь о малоэтажном, о многоэтажном? Не-не-не, это многоквартирные. Многоквартирные дома, то есть тут главное, практически тоже не гособорона, а госграждан заказ такой получается какой-то. Но это вот просто три составляющих, да, человек, предприятие и с участием банка, вот три в одном сойдутся, да, продукт уже готов, его предложил банк, сегодня идет активное обсуждение, думаю, что вот в этом ключе тоже поработают. Поэтому здесь, еще раз, мы разговаривали и о заказах, да, и о наполняемости, и о людях, которые должны эти заказы делать, и о условиях комфортности, в которых они должны проживать, и социалка, да, там, в частности, в северной территории. То есть спектр был просто огромный, спектр этот, и не побывав на предприятии, почему вот еще, да, почему именно приехать, потрогать, не побывав на предприятии, не потрогав это все руками, не увидев, да, самая задача вот нашей, как принимающей стороны, и губернатор с ней справился на, даже не на 5 баллов, а на 25 баллов, да, показать обоснованность нахождения здесь все эти предприятия, необходимость их здесь, и что они в рабочем состоянии. Сегодня, кстати, отмечалось, что благодаря, в том числе, Михаилу Владимировичу, достаточно много наполняемости предприятий, оно… Ну да, очень, вот эти личные контакты, собственно… Очень помогают. Да, из как бы прошлого, из карьеры, в принципе, которые накопили, помогают дозагрузить предприятия, да, в принципе, инвесторов, и, если про стройку заговорили, да, и, в принципе, девелоперов федеральных тоже по личным практически контактам, мне кажется, здесь никто не будет говорить, что это плохо, что вот знакомство. Нет, это вполне себе хорошо, в итоге люди выигрывают. Павел Владимирович, напоследок, все-таки вот речь действительно как бы вот везде так в публичном пространстве, что вот такой депутатский корпус приехал, оценил, посмотрел, поговорил, там, обсудил развитие, и вот это законодательное обеспечение. Если мы говорим, что в дальнейшем вот этот протокол, он выльется, я надеюсь, да, в какие-то конкретные решения, законодательно закрепленные. Что еще, вот что можете выделить, какие-то важные вещи из-за того, что, ну, потенциально хотя бы, там, процентов на 90, ну, вот будет, вот просто напоследок. Но вот все, что мы говорили, мы надеемся, это все точно попало в протокол, потому что проект протокола, я уже видел, он есть, мы там кое-что от себя еще добавим, но я надеюсь, я надеюсь, что все-таки мы будем стараться, чтобы все, что попало в протокол, было проработано до последней точки, потому что это, ну, наша основная задача. Кстати, мы даже говорили о таких вещах, что, ну, это уже вот как бы, когда настроилось взаимодействие, да, что нам необходимо там добавить рейсов Хабаровск-Комсомольск, добавить рейсов Комсомольск-Владивосток, чтобы люди могли перемещаться. То есть еще раз вот хочу показать, что спектр просто огромный. Это не значит, что мы только пришли, посмотрели там на, не знаю, там, на какую-то конкретную там технику, да, единицу боевую, и на этом все. Нет. Поэтому как бы здесь люди достаточно грамотные, люди, которые имеют огромный опыт в решении вот этих всех задач. Я думаю, что у нас совместной тягой вместе с краевой администрацией, да, с правительством края. Мы потихоньку будем двигаться вперед. И, кстати, хотелось бы, знаете, отметить вот такую вещь, о чем и Андрей Валерьевич говорил на встречах, да, и не могу не сказать. У Михаила Владимировича был огромный шанс и возможность занять пост лидера партии, да. Но он, это обдуманное его решение, этого не делать, а остаться в регионе, куда он приехал, где его избрали, и работать дальше. Это прям огромный шаг, это огромная ответственность человек на себя еще повторил, возложил. Ну, Михаил Владимирович неоднократно говорил, что все, хабаровчанин, поэтому лишнее этому подтверждение. Ну что ж, спасибо большое, Павел Владимирович, за эту беседу. Спасибо за то, что частенько к нам заходите, действительно рассказываете о том, что происходит, потому что, по большому счету, ваша работа, даже вот такие встречи, которые, ну да, пока это незаконно, да, пока ничего, вот как вот в моменте посмотрели и что-то резко изменилось, нет. Но это за дело, потому что впереди огромная еще работа. Хочется пожелать вам удачи в исполнении всего задуманного, потому что, если люди в итоге от этого выиграют, ну, всеми руками за. Спасибо огромное. Друзья, напомню, в гостях у нас был Павел Семигин, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Это был проект «Смотри Хабаровск». Меня зовут Дмитрий Павленко. Я с вами прощаюсь. Всего доброго, удачи, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова